Всем привет! Сегодня хочу вам показать, как вставить новый бампер, новые реснички, допустим, и при этом, чтобы у нас зазоры были адекватные, чтобы арка была ровная. Так, сейчас покажу. Вот, то есть, у нас идет все в линию. До этого бампер доходил примерно вот так вот. И не вставлялся ни в какую абсолютно. То есть, что бы я ни делал, как его ни толкал, он не ставится. Значит, это как всегда у нас без напильника никуда, без болгарки. Что делаем? Так, сейчас, секунду, тут неудобно одной рукой все это делать. Вон фары, короче, ставлю со стеклами, с прозрачными линзы у меня. Это видео было прошлое, можете перейти где-то по подсказке, посмотреть. Короче, так, для начала, сейчас возьму свет. Вот, значит, вот у нас у бампера есть вот тут такие отливы. Вот, отпиленные, я думаю, видно. Это я болгаркой их срезал. Они, короче, упирались в крыло, и поэтому дальше бампер не шел. Это одна из причин. Вторая причина. Это новые, новые реснички. Вот. Короче, что у нас оказалось. Когда заталкиваешь бампер до конца, получается, в арках не встает, бампер дальше уже не идет. Вот. Оказалось, что, опять же, реснички у нас не подходят по размеру. Вот. Я, короче, взял. И вот так болгаркой вот здесь, значит, уменьшил длину. Главное, сохранить... Ну, вот тут пропилил. Сохранить вот эту вот штучку, которая будет за крыло цепляться. Вот. И угол. Ну, чтобы у нас, как бы, более-менее адекватно там подходило по крылу. И все. Сделал вот эти действия. И бампер стал полностью вставать на свое место. До этого он не вставал вообще. Было совсем, совсем все печально. Ни по крыльям не вставал, ни фары нормально не становились. То есть там все так торчало ужасно. Сейчас все довольно неплохо выглядит, короче. Вот. На этом все. Надеюсь, вам видео это помогло. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok